Вице-премьер Акимов обсудят с операторами перспективы развития 5G. Вице-премьер Акимов обсудят с операторами перспективы развития 5G. 18-21. AFP 2019. Джо Зеплиго. Сети 5G. AFP 2019. Джо Зеплиго. Логотип сети 5G. Архивное фото Москва, 21 Янфрия новости. Вице-премьер РФ Максим Акимов обсудят с операторами, профильными ведомствами, региональными властями и экспертами перспективы развертывания сетей связи 5G в стране, сообщили РИА Новости в пресс-службе проектного офиса по цифровой экономике аналитического центра при правительстве РФ. Встреча пройдет 30 января в аналитическом центре при правительстве РФ, АЦ. В рамках круглого стола о перспективах создания и развития сетей связи 5G в Российской Федерации представители ведомств обсудят модели развертывания сетей 5G, крупные российские и международные эксперты выделят факторы успеха при запуске таких сетей и рассмотрят актуальный для нашей страны международный опыт. О развитии сервисов на основе 5G и использовании данной технологии в умных городах расскажут операторы связи, а также представители профильных региональных департаментов, рассказали в пресс-службе. 1 июня 2018 года, 3.35 эксперт назвал возможные сроки появления технологии 6G как ожидается. В мероприятии помимо вице-премьера примут участие глава Минкомсвязи Константин Носков, руководитель АЦ Владислав Онищенко, руководитель проектного офиса по реализации национальной программы «Цифровая экономика» АЦ Владимир Мисропян, генеральный директор «Мегафона» Геворг Вермишан, президент Ростелекома Михаил Асеевский, президент МТС Алексей Корня, генеральный директор «Вымпелкома» Василий Лацинич, гендиректор «Тел-Тю» Сергей Мдин. Среди участников также заявлены гендиректора на «Цифровая экономика» Евгений Кавнир, гендиректор «Яндекс.Таксити» Гранхуда Вердян, предправление фонда «Сколково» Игорь Троздов, руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко и другие. 24 декабря 2018 года, 21.6 «Большая четверка» договорилась о создании единого оператора 5G. Ранее замглавы Минкомсвязи Олег Иванов заявлял, что в Министерстве поддерживают создание единого инфраструктурного оператора для развития 5G в РФ. Он пояснял, что в условиях нехватки необходимых частот это самый оптимальный вариант. Кроме того, это позволит снизить затраты. При этом Акимов неоднократно подчеркивал, что телеком-операторов никто не будет подталкивать к созданию единой инфраструктуры без их согласия. При этом Растелеком и Мегафон завершили формирование совместного предприятия, которое, как писали ранее СМИ, возьмет на себя функции единого инфраструктурного оператора. Представители сторон говорили, что приглашают и других участников рынка присоединиться к СП. В Мегафоне говорили, что задачей ИСП будет работа с регулятором по освобождению наиболее привлекательного диапазона 3,4-3,8 кгц и выделению его для 5G. Формат и детали сотрудничества операторов еще не определен, говорили в Мегафоне. 12 ноября 2018 года, 10.30 в России в 2019 году появится государственный талон для технологий 5G.